Привет, друзья! Меня зовут Чоба Артем и вы в моей студии Пластикводим. Сегодня это видео я хочу записать для молодых специалистов, которые хотят стать массажистами, которые хотят стать классными массажистами, которые хотят быть профессионалами своего дела и на некоторые нюансы, мелочи не сильно обращают внимание. Ребят, мой посыл в этом видео в том, что внешний вид для массажиста очень важен и крайне важен для ваших же клиентов, которые приходят к вам, потому что многие массажисты могут не обращать внимание на одежду, которую они одевают, могут не обращать внимание на прическу, которую они носят на голове, запах сорта, который там курильщики очень любят перед массажем хорошенько покурить, накуриться, в общем, и с новыми силами прийти делать массаж. Ребят, так вот, я вам хочу рассказать о том, что, с моей точки зрения, как я вижу, хорошим, опрятным, красивым массажистом, которому хочется приходить, которому действительно хочется возвращаться. Это, конечно же, по вкусу. Должен быть какой-то костюм, может быть там массажный, может быть хирургический. Они сейчас очень много где продаются. И действительно, если вы хотите придать себе немножко, как это правильно высказать, немножко повышенного внимания к вам, чтобы человек более серьезнее к вам относился, чтобы человек видел, что вы действительно на своем месте и делаете то, что вы делаете. Понятное дело, многие считают, что медицинские костюмы это уже прошлогодний век, что это уже не модно, не стильно, не красиво. Ребят, я с этим вам, с вами согласен. Действительно, можно взять какие-то хорошие спортивные штаны, какая-то должна быть хорошая футболка, которая в первую очередь должна быть чистая и пахнуть. Даже если у вас большое количество сеансов, вы должны менять футболку после каждого сеанса, если вы действительно трудитесь, если вы действительно вспотели и действительно ваша футболка уже мокрая, ну и, конечно же, требует замен. Дальше я буду говорить про прическу. Вы должны быть подстрижены, вы, наверное, должны быть с хорошим там, я не знаю, запахом от себя и от волос там. Ну, понятное дело, что мужчина не обязан там пользоваться какими-то парфюмами, потому что в момент массажа это может быть раздражать человеческое восприятие. Поэтому насчет парфюм я не сильно рекомендую. Ну, если я буду говорить про специалиста, про массажиста, потому что, ну, как по мне, вы все-таки не должны вызывать каких-то там эмоций у вашего клиента в плане вкусно пахнешь, невкусно пахнешь. Это все равно не очень актуально в процессе работы и когда вы на своем рабочем месте. Следите за своим дыханием. Я рекомендую одевать удобную обувь. Если честно, к кроссовкам я не очень хорошо отношусь, потому что кроссовки созданы для спорта, для бега, для еще каких-то там, я не знаю, для ходьбы. Но когда вы работаете, должны быть хорошие какие-то тапки, там, кроксы или что-нибудь типа такого, чтобы тоже вызывало к вам какое-то, ну, приятное ощущение, что вы специалист у вашего клиента. Потому что в любом случае клиент сначала встречает вас по обертке. Он смотрит, как вы выглядите, в каком кабинете вы принимаете, как у вас чисто в кабинете и какой вы чистый. А уже потом будет оценивать вашу работу и уже потом будет оценивать эффект и результат вашей работы. Поэтому начинайте с малого, начинайте встречать клиента красивым, встречайте клиента чистым и аккуратным. И, конечно же, я, как всегда, по своей натуре, я, конечно же, приветствую это массажиста в более спортивной физической форме, потому что, откровенно говоря, очень часто встречаешь там массажистов, которые с животами стоят там, уперлись в стол и говорят, сейчас я помогу вам похудеть. Конечно, если же это лечащий массажист, то внешний, то есть ваш живот и ваша физическая подготовка, это уже на ваше усмотрение. А если же вы специалист, который помогаете людям похудеть, если вы действительно помогаете мотивировать людей, привести себя хорошую форму, то и вы должны быть первым примером, должны быть первым человеком, который действительно можно посмотреть и взять с него пример. Поэтому, ребят, держите себя в классной форме, следите за собой, будьте классным специалистом, классным профессионалом и тогда точно все у вас получится. До встречи в следующее воскресенье 11.00. Не забудьте поставить лайк под этим видео, подписаться на мой канал. Ну и, конечно же, чтобы не пропустить следующее видео, поставьте колокольчик и вам напомнят о том, что совсем скоро выйдет наш новый YouTube ролик. До встречи в нашей студии для записи. Пишите нам в личку и мы все поможем и расскажем. Пока-пока. Будьте красивыми, будьте чистыми, опрятными и профессионалами своего дела. Пока-пока.